ну чё братва всем привет зрителям подписчикам моего канала по переключаемся путь мы сегодня держим в сиатл стакомы штат вашингтон едем опять мы в порт 30 где с вами буквально были в пятницу заберем еще один грузик так что погнали пока не дали трогаемся со второй скорости третья четвертая пятая потом ставим повышенный этаж и также заново шестая получается первая сюда было вторая туда с шестой уходим на седьмую ставим на нейтральную и заходим на фривэй фривэй это у нас пятый который идет до самой канады проходит от самой мексики через всю калифорнию орегон и через весь вашингтон так что учим географию так как я смотрю реально кто меня смотрел на другом континенте да где бы это не было ребята пишут дядь вов мы уже приехали в америку встаем на сидел и будем колесить америку так что молодцы мужики вот приятно будет встретиться да с вами на дороге где-то поговорить поболтать да даже краба пожать все десятую последние и до самого самого разницы нету куда мы едем сколько мы груженные мы всегда вытягиваем на десятой передачи подъехали к весовой зарит горит закрыта коробочка на салоне молчить система летим дальше трейлеры без горит всегда на этих часик трейлеры проблема а на весовой остановит будут меня без вазелина иметь ничего немного сменим картинку и за это выпить надо писать ему кофе очек с утра самое то так выскочим мы сейчас на 18 хайвэй заскочим к нам гараж к нам на ярд к нам во двор скинем этот контейнер и поедем с пустым трейлером в сиатал так как боссу надо этот пустой контейнер на перезагрузку как-то так понедельник утро да а пробочки чудо я смотрю нету обычно здесь на заезде всегда стоишь дергаешься а неделями отпуск берут ну да ну да я забыл у меня же уже в холодильнике турки помните я турки снимал моего сеть к моей дочке все кирдыки и уже был взятелки разделал и уже у меня в морозиловке лежит ждет все ряды в среду мы ее замаринуем рисом ее натрамбуем и в четверг с самого утра в духовку поставим как то так так что братва я сечу в четверг у меня будем праздновать день благодарения по нашему здесь Thanksgiving да 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 это тогда когда мы отжали Америку мы индейцы но это в прошлом году кто-то так комментировал дядь Вов ты этот праздник празднуешь нет мы празднуем день благодарения мы приносим благодарность Богу а не то что там когда-то где-то что-то кто-то кого-то убивал и отжимал понятно да включим горняк здесь сопочка такая короткая но спуск такой серьезный даже с пустым контейнером чувствуется что это горка ну я не думаю что больше чем 6 процентов спуск ну крутой 6 процентов но крутой ммм что-то это самое doesn't make any sense так он 6 процентов или крутой тут надо подумать наверно все таки крутой может быть даже не 6 процентов а процентов 7-8 вот так и ну и с так вот вот и вот вот и и вот какого тормоза все это делается одной ногой 1 1 1 теперь выключаешь и разгоняемся это для тех кто еще не сдал а может уже сталина сидел до на категорию цели как это называется но кому-то понадобится потому что изучают обучают в школе совсем по-другому надо переключаться выжимать сцепление два раза без этого ты даже не пройдешь тест тебя завалят прям на тесте скажешь ты чё ты чё как профессионал а ну-ка давай как это самое как студент да и вот такие так что когда сдаете надо обязательно выжимать сцепление два раза при переключении скоростей а потом суп с котом это само собой поели супчика с котиком а потом уже можете ездить как хотите куда хотите а не куда он диспетчер скажет ты туда едь а ты грешне не хочу давай на флориду все твой выбор выбор слова или как сказать freedom freedom of speech не выбор как это называется фридом да свобода свобода слова свобода делай что хочу ну как выяснилось дональд трамп чё-то ляпнул и до сих пор по судам тягают так что никакой свободы здесь нету прищемляют со всех сторон я вас не отговариваю чтобы сюда не ехали америка не москва то москва уже это самое переполненный начинает расширяться скоро лопнет этот бабл америка большая вон вайоминг весь пустой монтана вся пустая а нам сибирикам не привыкать держать правильно в монтане с бизонами или вайоминге с бизонами да я смотрю реально пробка какая-то такая легенькая сейчас со 167 заходил на 405 так чуть-чуть притормозили я как раз быстренько камеру переделал на лобовуху поставил пока в секундной пробке стоял и это самое я не помню я сказал почему трафик легкий или нет вот когда начал кинушку сказал что у нас день благодарения будет в четверг да потом наверное все таки тему развил то что улетают очень многие берут прям неделю выходную улетают к родственникам улетают к родителям улетают к сыновьям к дочерям в этот день соединяются семьи как-то так получается уже меньше людей на дорогах меньше пробки ну а мы никуда не летим мы зовем своего тестя своих родных которые здесь остались своих зитьев с женами с нашими дочерью и будем здесь праздновать как говорится в штате вашингтон мы едем оказывается не на тридцатый порт а на восемнадцатый пойдем на прямо по пятерке я обычно ухожу на пятьсот девяносто девятую но раз сегодня легкий легкий трафик легкая пробка то пойдем прямо на West Seattle Bridge сразу заскочим и сойдем сразу на восемнадцатый терминал SSA порт такой называемый Субтитры сделал DimaTorzok ну что тут можно сказать за Seattle Seattle всегда в своем репертуаре всегда все стоит ну ничего прорвемся значит в Seattle никто никогда никуда не собирался ехать до своих родителей так как и дядя Вова мама в Южной Каролине маме привет а дядя Вова здесь так вот ну давай заходь коль не шутишь Subaru интересно вот у меня сейчас окно открыто чтобы слышать как котенок разгоняется через микрофон интересно потом послушать звук мотора через этот микрофончик как передается самому интересно через открытое окно конечно глушитель прямо у нас слева стоит не глушитель а прямая труба 8 дюймовая наконец-то наша финишная прямая пошла вся пятерка стоит дальше через центр города downtown Seattle welcome here добро пожаловать downtown и мы перед ним выходим на West Seattle Bridge всем знакомый такой западенский мостик самое главное сильно не лететь так как есть кимикадзе которые сидят 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 в этой пробке а потом вон синий а потом ага дай-ка я лучше вот сюда уйду и выскакивает у тебя перед носом а ты так хорошо наваливаешь и потом ему раз в зад хлопысь поцеловала вам в обе щеки сразу вот особенно где они стоят вот прям стоят вплотную вот здесь и только смотри чтобы морда не высунулася всякое видел в своей профессии с 96 года за рулем на большом транспорте по-всякому приходилось тормозить и боком и задом и передом и раком тоже время так у нас Ништяковская 9.36 как говорится до брейка сейчас заскочим слева две красных вольвы было и ни один из них Артем что такое где мы вольвы было м все выходим терминал у нас 18 давайте уточним а то я что-то два раза разговаривал со своим диспетчером то 30 то 18 18 написано все заскакиваем 18 то день одеваем жилетку и убираем камеру с лобовика так как security сторож security до смотрит прямо на нас а здесь снимать нельзя как всегда но чё братва нам вот такого осы катана а усил осы к честно нас поставят вот он пакер стоит за эти хвост торчит за контейнерами межконтейнерами вот он сейчас он придет в 20 минут уже 18 минут после перерыва вот они там все собираются у них там офис небольшой они там сидят чавкают ну а мы сидим чем опять как всегда кофе йог попиваем чавкать у нас нечего загрузимся и погнали дальше как-то так значит я вас пересадил всех с палку чтоб вы смотрели в заднее окно заводим трак пакер уже назад сдал может быть сейчас меня 1 загрузит так что заводим свой свою драндулайку драндулайку и он смотрит на наш стак да окей окей все четенько подъезжает подъезжает поднимает нашего ослика отъезжает назад проезжая чуть дальше останавливаешься и потом назад сдаешь так как очень много раз видел как по спалке ударяли кто-то не проехал его еще остановился а он тебе в спальник прям в эти лопухи только хлобыстья контейнером потом стой разбирайся ночью конечно я кстати прямо здесь ударили на синим на синим петрухе стоял здесь просто стоял ждал пакера а он мимо меня с разгона летит такой лапы свои роста опырил у меня такие же самые глушителя как на этом стояли загнутые в бок и он меня по глушителю только pain и глушитель загнулся и такой еще назад сдает такой посмотрел типа того очагает только царапина да давай сюда этого самого менеджера твоего а их как их если это самое что-то они натворили какой-то оксидент их сразу не до дому а в больничку на драг тест проверять на наркотики такое дело если пьяненький был или чё то он такой вылез такой ну давай это самое обойдемся без ничего мне сейчас это самое работу надо будет прогуливать драг тест идти сдавать я говорю мужик ты мне глушителя память папа папа помял знаешь ну что были полу полу новую тогда жалко когда вот три тысячи двести помню их отдал были дайна флэкс которые сделаны и одни до сих пор сделаны мне по-моему линк рекром тоже мэринию сэй в то время только были дайна флэкс и они только были сделаны в америке дорожищи были на то время 3 200 на то время это было дорого это как сейчас отдать 6 8 тысяч заглушителя чтобы понимали приехал короче этот самый security потом security вызвал менеджера менеджер приехал ну шаг чуть пошел видно знаете и вверх оторвало кусочек сверху кушать ну я все-таки добился своего за один глушитель мне полностью не выплатили где-то по моему 1600 баксов если не ошибаюсь а потом второй раз еще стою также просто в линии security на пикапчике сдает назад и мне в бак и в панель у у меня на синем панели были на спалке под кабиной и в панели в бак в баке вмятина и в панели вмятина а он только заднюю фару себе разбил и бампера мне в этот самый замочил в бак я говорю ты куда летишь еще и задом что за номера такие и вот они мне за эти царапины выплатили что-то 33 600 по моему короче мне вот этот терминал уже выплатил около 5000 за тот синий неприятно конечно когда они еще не хотят тебе платить security мне тоже самое ой да это просто царапина да это просто царапина я говорю для тебя царапина а у меня трак весь просто горел весь натертый всегда весь помытый как новый трак был ему всего было 3 года никакой ржавчины не было салабамы мне его туда привезли с юга как говорится мой 6нз чистенький трак был а до сих пор бы ездил если бы эти не демократы спасибо обаме выгнали нас с портов старые драки или говорит за 12 тысяч долларов ставь этот каталик бочку эту и я не хотел убивать своего кота и не хотел 12 тысячам давать играть в ихнюю игру это просто игра сейчас опять хотят сделать до 30 года что ли чтобы все в порту были только электромобилы короче ноль эмишн траки а ноль эмишн это получается электро электротрак должен быть а я их не перевариваю так что надеюсь до 30 года мы с портами закончим раз и навсегда как говорится это уже ни в какие ворота не влазит так вот сейчас еще гаражик вместе проедем и я вас пересажу пока потерпите я знаю когда сороковка сзади там практически ничего не видно но все равно по бокам еще нибудь где нибудь меня послушали по бокам посмотрели так едем дальше проходим x-ray скэнер да сканирует нас здесь вот они желтые столбы стоят и 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 кенты живут, где все правильные кенты живут. С Серегой на телефоне все это время был, то не снимал. Сережка, привет тебе! Навигация, конечно, нас гонит по какой-то там маленькой улочке, между домов, но нам туда нельзя. Это хорошо, когда местность знаешь. А когда местность не знаешь, и будешь себе ехать по навигации, непонятно где, непонятно зачем. Прикольный раундабаут, смотрите. У каждого своя полоса. Нормательно так. Я думал, две сейчас надо будет полосы занимать и крутиться по ним. В нее нормально вписались. продуманный продуманный круг стопудово. Ага, сейчас. Вот хочешь, чтобы я вот в эту маленькую улочку направо свернул перед железкой, да? Ага, и тут даже траком знак стоит, что. Вот что ты это самое встал, я не понял. А мы сейчас что, получается, встанем на этом самом, что ли? На железке за тебя? Он вообще влево хочет повернуть. Тоже, наверное, по такой навигации едет. Ну, ему хоть нормальную улицу дали. Там траком проедет. Ну, а мы поедем по главной улице. Так как я говорю, здесь-то мы знаем дорожки, где мы поместимся, а где нет. Дорожки. Дорожки. На следующем цитофоре мы тоже налево не повернем. Может нам не рассказывать. Сейчас навигация нас будет гнать на каждую улицу, вот эту поперечную. Давай здесь направо, давай на следующий направо, давай опять направо. А не тут-то было. Мы эту поместность хорошо знаем. Ну-ка, что она сейчас предлагает. О! Вот это ты правильно предлагаешь. Вот тут я даже с тобой соглашусь. Там такой низенький мостик будет. Ну, я думаю, мы поместимся. Забыл, сколько там, по-моему, 14. 14 фитов, по-моему, мост. О! Даже 14.6. А у нас 13.9. Так что мы проходим спокойно. Нет проблем. Чего себе так прикольно? Это самый раз. Вниз так спускается. Надо было на контейнер повешать камеру, выйти. Ну, ребят, ну это, понимаете, все время, да, занимает. Вот сейчас бы остановился перед этим мостом. Во-первых, мне-то сейчас перекрутить, на магнит ее поставить, присоску на магнит поменять. Ну, это тоже куча времени. Так что все, мы заезжаем. Куда-то здесь сейчас найду, разберусь. Так. Еле нашел. Разобрался. Все так понапутанно в этой, в этом селе. Все адресы. Проехал, потом назад сдавал, потом запарковался, вышел погулял. Нашел, где это. Опять вот у нас мостик. Низенький такой. Все, валим теперь, валим. А туда, куда мы в пятницу с вами оставили там нашу сороковочку, наши суперчаси. Нам надо сейчас поехать туда забрать. Она, по сути дела, уже должна пустая стоять. Че назад сдаем? Эй! Че ты передумал? Так, время у нас 11.30. Значит, приедем в терминал, в порт, где-то в 12.45. Я бы так сказал. Ага, сижу просто, слушаю, считаю. Уже терминал будет забитый немного. Сдадим мы, наверное, его до трех. А потом до четырех. Надо в другом порту вытащить себе груз на завтра. Такие планы. Завтра, конечно, у нас будет день интересный, день дальнобоя. Если кому-то будет не лень, то присоединяйтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что тут можно сказать? Вот он аж стоит. Один-единственный. О, они замок поставили. А замок поставили не на ту. Можно с ним уехать. Ладно, поехал я и на фронт. Скажу им, чтобы замок убрали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, женщина шустрая, ну, шустрая. Я думал, пока мы сейчас крутанемся, мы еще заснимем, как она его снимает. Замок? Пока я вверхоус объехал, она уже сняла его и свалила. О, дает, а! О, дает! Красава че! Цепляем вот так вот. Контейнер наш. Выходим. Выходим, цепляем наши шланги. Синий шланг. На севую, на синюю-левую. Потом цепляем провода. На стопы, аварийки, поворотники, свет. И красный сюда. А они замок поставили вот сюда. Это, чтобы часть разложить, сложить. Я бы мог бы просто подсоединиться и свалить отсюда с ихним замком. Теперь еще быстренько поднимаем ножки. Но вы, к сожалению, это все не видите. Ну, послушайте, как ручку маслают мужики. Ноги на контейнере сейчас поднимаем. И погнали назад в Сиатл. Так, братва, сделай два супчика. Subway, значит, а какой мне, какой вам? А, чекен-юл, короче, мне. А вам что останется? Значит, чекен-юл это у нас курица и нюл-лапша получается. Короче, суп с лапшой и курочкой. Значит, а принцип у нас тот же самый. Я пробую, если съедобнее, то делюсь с вами. Если нет, то сам съедаю. Как такое едят? Как такое есть можно? Не, мужики, лучше я это сам съем, а вас просто пепси угощу и все. Что у нас тут на второе? Супчик на первое. Сингвич на второе. Еще один супчик на третье. Как-то так. вот это съедобный. Цебурка съедобная тоже. Класс. Ну все, сдали пустой контейнер в одном порту в тридцатом. Теперь на восемнадцатом берем груз. не, не вижу номер контейнера, не вижу номер контейнера, который он сейчас убирает. А вдруг это мой? Впереди всего один трак. И по-моему, мы на той же самой локации. Загружаем на завтрак? Так, наш контейнер подняли. Подъезжаем. Примерно где-то так встали. А теперь смотрим назад, вперед куда-нибудь. А! Вот красава! Попал! Немного такой тяжеловатый. Сколько он весит? Тридцать семь пятьсот? Тридцать семь двести пятьдесят. Нормально. Как говорится, не сорок восемь, уже хорошо. На дальничок с таким шурователем. Так что, народ, завтра просыпаемся в два ночи и в три мы выезжаем. У нас на восемь разгрузка. Нам пилить туда пять часов. Так что, прошу завтра не опаздывать с самого сранья. Так, я смотрю, два корабля уже, вижу. Сейчас посмотрим, сколько кораблей разгружается. Три корабля. Так, ты че? Раз, два, три. Ха! Как я и говорил, что здесь место есть на три корабля. Вот их сегодня разгружают. Хастлеры носятся туда-сюда. Один за одним справа нас догоняется. Время три сорок восемь. Нам надо до пяти уже запарковаться, чтобы в три ровно выехать. Не, чтобы не в три ровно выехать, а в три завести трака. Десять часов надо поставить на на автюте, что мы не едем. На отдых. Четырнадцать часов работаем, десять часов надо отдыхать. Нашему электронному лак-богу. Так что надо в таком у Сиата доехать по пробке за час. Я надеюсь, мы сейчас четыре выйдем. Иначе мы позже выйдем и позже приедем. Просто опоздаем на свой appointment, но это полбеды. Во сколько приедем, во столько и приедем. Продолжение следует... Ну то что, традицию нарушать нельзя. Подудили немного и погнали до дома. Продолжение следует... Продолжение следует...